Это только одно, чтобы ты всегда был у меня в кармане и отвечал на любое мое желание. Это вот примерно то же самое, что просил царь Давид. То есть если ты со Всевышним находишься в таком тесном постоянном контакте, то в принципе тебе больше ничего не надо. Все остальное у тебя будет, потому что Бог, Творец Мироздания, он совершенный, полный, и только он является совершенным. И получается, что все, чего тебе не хватает, у тебя будет. Поэтому больше в принципе ничего для счастья не надо. Это помните была песня? Женское счастье был бы милый рядом, но больше ничего не надо. Так вот человеческое счастье это был бы Бог рядом, а больше ничего не надо, потому что все остальное будет. Хорошо, врата благодарности. Вот мы дошли до 59 урока, уже 59 раз мы с вами встречались на эту тему. И, значит, вот я напоминаю, напоминаю как бы алгоритм, да, то есть очень четко видна система Равшова Маруша, то есть это не как вот врата благодарности. О чем же можно книгу целую писать? Он очень четко так прям конкретно пазл за пазлом объясняет свою идею. Первая идея, он говорит, такая, что большинство людей ноют, постоянно ноют. А им все время не нравится что-то, что их окружает. И вот из-за того, что они ноют, они сфокусированы на ложке дегтя, в бочке меда, то есть они не замечают добро Всевышнего, то этим самым они навлекают на себя большие проблемы. Это его была первая часть. Поэтому он говорит, если ты хочешь соединиться со Всевышним, нужно благодарить, нужно быть благодарным и нужно благодарить за все. Это была первая часть книги, мы ее прям конкретно изучали. Благодарить за все, прям за все, за все, за все. Вот прямо конкретно за все. Все подарок, никто тебе ничего не должен, ничего должного нет в твоей жизни. Все то, что у тебя есть, каждая секунда в твоей жизни, это подарок от Всевышнего. И не хочешь это ценить, представь, что у тебя это забрать, и как ты потом будешь кричать, верните обратно. Поэтому он говорит, лучше начинайте благодарить сейчас. И это как первая основа, фундамент. И вот человек начинает обращать внимание на все хорошее в своей жизни. Оно усиливается от этого, оно приобретает яркие краски. И как бы все, ситуация меняется кардинально в ту же секунду, когда у тебя есть намерение благодарить. Но что делать дальше? А что делать, все равно есть проблемы, неприятности. Пускай это ложка дегтя, но это деготь. Деготь это было такое вещество, очень с сильным неприятным запахом. И получается, что если ты даже имеешь бочку меда, но у тебя есть ложка дегтя, то она может реально испортить аппетит очень сильно. И жить человеку, у него все тело нормально, а в пальце заноза, на ноге, например, он ходить не может. Эта заноза, она дает ему очень большую боль. Теперь, говорит Таравшаламаруш, что нужно делать. Вот тут его, его как бы парадоксальный и нелогичный, с точки зрения формальной логики, подход. Он говорит, надо благодарить за проблему. Благодарить за проблему, потому что Всевышний, он тебе ее дал. И он ее тебе дал, как подарок, для того, чтобы ты что-то в себе исправил. Для того, чтобы ты, или это уже является след, например, ну там, если заноза в пальце, мы не будем глубоко ходить. Человек ударился, у него трещина. Он упал, у него трещина. И если он, если бы не было боли, он бы с этой трещиной ходил, она бы дальше треснула и сломалась. Но так как у него есть боль, он бежит к врачу, ему сильно больно. Врач накладывает дипс, он выздоровел. Теперь, но если он продолжает благодарить за эту боль, за эту трещину, он может понять, что что-то я стал неустойчивым. Почему я упал? Да, наверное, потому что выпил слишком много. Может, мне не надо было пить. А может быть, он упал по какой-то другой причине. То есть, в принципе, любая проблема, если на нее смотреть с этого ракурса, она становится подарком от Всевышнего. И надо благодарить за это. Это была вторая часть его книги. Третья часть его книги была, что человек, если он так поступает, то ему на третьем шаде Всевышний каким-то образом открывает, что ему нужно в себе исправить. И приходит спасение. Если он на втором шаде искренне благодарил, и на первом шаде много благодарил за хорошее. Благодарить за хорошее – это просто, хотя большинство людей этого не делают. Благодарить за плохое – это сложно. Но именно в этом и является вот это горькое лекарство, которое его как бы, ну вот уникальный метод – это, да. И на третьем шаде понять, что тебе Всевышний открывает – это называется ажгахафратит. Это называется индивидуальное проведение, когда ты начинаешь видеть во всех, во всех мелочах проявление Всевышнего. Особенно в неприятных мелочах ты начинаешь благодарить за это Всевышнего. И этим самым, он говорит, ты снимаешь с себя огромные проблемы, огромные там, то есть разница между тем, что ты неприятности принимаешь с любовью и неприятности принимаешь с сопротивлением, разница в пять тысяч раз. То есть тот, кто принял с любовью, ему уже хватит неприятности, он как бы снимает с себя дальнейшее напряжение. Тот, кто принимает, не принимает, а борется с вот этой неприятностью, он и может увеличить ее плотность, ее количество в пять тысяч раз. Это его как бы система. И вот дальше мы пишем, что дальше он обращается к религиозным евреям, тем, кто соблюдает заповеди, которые верят в Бога, которые соблюдают Шаббат. И он говорит, смотрите, то есть если вы верите даже в Бога, очень сильно вы верите в Бога, Творца Мироздания, и Бог всем управляет, и дал заповеди, и дал Тору, и все. Но, говорит, вы не верите, что в каждой детали он всем управляет, без исключения. Он говорит, что это называется, это называет он еретик, неверующий. И то есть тот, кто говорит, что хоть какая-то вещь может произойти не по воле Творца, значит, а случайно, да, или там под влиянием каких-то других сил, он неверующий. То есть это его такая кардинальная, радикальная идея, он выставляет веру в частное, в индивидуальное проведение, то, что Всевышний управляет всем, он ее выставляет на очень большую высоту, как бы вообще самое главное это. Дальше он пишет, улыбнись и выйди из ада. Значит, во всех сферах жизни нужна вера в предопределение. Он говорит, смотри, это, это, говорит, вот такой жизненный путь. И если ты идешь по этому пути, ты выходишь из ада. И дальше он объясняет, например, как это работает. Например, он говорит, человек едет на машине, и кто-то подрезает его. Он высовывается из окна и кричит, кто тебе права выдал, там, как ты, козел, он на него кричит. Теперь во многих случаях вот этот козел, может, даже про это фильмы целые снимают, может оказаться сумасшедшим, маньяком и так далее. То, что он его подрезал, он уже его подрезал. То есть ты от того, что ты сейчас будешь с ним ругаться, ты уже подрезание это не вернешь в прошлом. Но во многих случаях вот тот, который козел оказался, да, который подрезал, он такой оказался козел, что он потом может еще и аварию сделать, и машину разбить, и так далее. То есть, поэтому он говорит, зачем ты на него кричишь? Это Всевышний тебе дает знак какой-то, едь спокойнее, едь осторожно, занимайся, выезжай раньше. Там, Всевышний с тобой разговаривает, дает тебе всегда только для твоего добра. Что ты сейчас, он этот, который подрезал, это его жизнь. Он подрежет такого же, как он, только на грузовете в следующий раз. И этот на грузовете ему и за тебя объяснит, и за тебя, и за себя объяснит. То есть, он же не исправится. А что ты сейчас лезешь и думаешь, что это он тебе что-то сделал? Значит, дальше он говорит, если он просто даже сигналит другому водителю, это уже показывает недостаточную веру. Следует уметь ждать и верить, что Всевышний управляет миром. Любое раздражение на пробке, на дорогах, это он говорит ересь вообще. Верящий в частное предопределение знает, что пробка образуется по воле Всевышнего и ждет с терпением и радостью благодаря за пробку, поскольку это дело рук Всевышнего и к его благу. Понимает он разумом это или нет? Я вспоминаю историю, как один человек рассказывал, что не ехал с Равыцкаком Зильбером, зацель ехал вместе в машине, и они куда-то опаздывали. И тот, кто ехал за рулем, он говорит, что очень нервничал. Я очень нервничал, и я пытался там проехать на красный свет, все. А Равыцкак ему говорит, вот что ты так нервничаешь, говорит. Вот кто тебе сказал, что если ты приедешь раньше, это тебе лучше будет. Вот почему ты так думаешь? Вот прям ты уверен, что тебе прям так надо туда вовремя доехать? А может это хуже для тебя? Откуда ты знаешь? Тот говорит, ну я не знаю. Он ему поэтому говорит, положись на Всевышнего и значит, едь себе, едь как едешь. То есть, понятно? И он говорит, я еду как еду, подъезжаю к тому месту, куда надо было бы мы ехали. И в этот момент говорит, что отъезжает машина, на парковке останавливается место, там где обычно мест нет, обычно ехал там до 15 минут, искал парковку. Тут я в ту же секунду въезжаю в то место, откуда только передо мной выехала машина, и мы успеваем. И ехал я спокойно. То есть, это два разных подхода. Или ты веришь в частное предопределение, и ты благодаришь Всевышнего, ты спокоен, и ты принимаешь все это. И у тебя открывается совершенно другая, новая реальность. Или же ты вдобавок к тому, что ты уже опаздываешь, ты еще и плюс включаешь то, что он называет ересь. Именно неверие во Всевышнего, гнев, раздражение. И ты еще можешь навлечь на себя в 5000 раз больше проблемы, чем если бы ты спокойно и опоздал на встречу. А может, тебе оно и не надо. Сколько в жизни бывает встреч, что лучше бы я на них не приходил. Дальше. Постоянно он пишет, каждое мгновение жизни следует видеть Всевышнего и благодарить Его за все. Значит, и никогда не забывать, что даже если у человека что-то не заладилось, реально, какая-то сущая мелочь, это называется мучениями, которые способны искупить его грехи и принести ему дары Творца. Поэтому существует даже закон Шухана Рухи. Я вот хочу посмотреть этот закон. Вот, или мы попросим Якова Ашатадина, чтобы он посмотрел тоже, да? Яша знает, он в Шуханарах учит постоянно. Орахаим называется раздел. 230 закон. И там написано так, он говорит. Человек должен привыкнуть, говорить, все, что делает Всевышний, он делает к лучшему. Такой закон. Все, что он делает, он делает к лучшему. И вот эта вера глубочайшая, это такое доверие Всевышнему, оно совершенно, конечно, дает другое качество жизни. И это то, что называется улыбнись, как глава называется. Улыбнись и выйди из ада. Потому что человек может себя загнать своим недовольством, раздражением в такой ад, в котором он, это ад. А если он улыбнулся, все воспринял, все от Всевышнего, что в мире есть хозяин, а я должен на этого хозяина мира положиться, то тогда он попадает сразу в рай. Дальше он пишет такую вещь. Сним это на нескольких примерах еще. Например, заработок. Да? Заработок. Он говорит, люди иногда отворачиваются от Всевышнего, потому что у них начинаются проблемы в заработке. Это одна из самых распространенных причин, когда человек, испытывающий трудности и не принимающий их с любовью, полностью покидает религию. Большинство тех, кто отказывается от соблюдения Торы и утрачивает всякую связь с иудаизмом, делает так из-за проблем с заработком. Представляете? Получается, что из-за неверия в то, что данное экономическое положение, постанное человеку самим Творцом, именно оно во всех подробностях необходимо для его исправления и достижения цели его существования, В общем, он пишет так, что человек, который не понимает, что все от Всевышнего и все для его добра, он опускается до уныния, весь день проводит в погоне за заработком, или в наше время, наоборот, люди уже не гонятся за заработком, а просто липнут в телефоне, и все время беспокоится. Таким образом, он все больше отдаляется от изучения Тора, от служения и молитвы. То есть, получается такая вещь. Я могу сказать на собственном опыте, у нас был период, когда я приехал и начал учить Тору, не было денег вообще, то есть была очень большая бедность. Но я могу сказать, что благодаря этому периоду, все хорошее, что у меня в жизни есть, пришло благодаря именно вот этому периоду. И то есть, если бы я в то время бросил все, начал злиться, пошел бы куда-то работать и так далее, оно могло бы все остальное не прийти. Я знаю одного тоже человека, он мультимиллионер, долларовый такой, очень богатый, очень умный вообще. И он когда-то в Израиле работал на стройке, работал на стройке. И он, значит, говорит, я реально там, ну, была тяжелейшая работа, по-моему, даже в Элате, это было на такой жаре там, работал на стройке, с почасовой оплатой. Но мне вот этот вот период моей жизни, он мне дал фундамент для всех дальнейших успехов в жизни. И это очень-очень такая вот важная вещь, которая, то есть не обстоятельства определяют, что будет дальше, а реакция на эти обстоятельства. Кто-то от сложностей, он впадает в уныние, в депрессии, там ломается. Кто-то, он говорит, спасибо Всевышнему за эти сложности, как, для примера, Ник Вучич, да. Он говорит, я понимаю, что мне Всевышний дал, ну, он ему дал страшные испытания. То есть без рук, без ног родиться, жить, это, ну, это он дает, наверное, какой-то сверх, там, душа, которая имеет огромные силы. Но он сумел из-за этих испытаний подняться духовно на такую высоту, что он вдохновляет, там, миллиард человек, которые были на его выступлениях, в которых он вдохновляет людей не ломаться перед трудностями. Он говорит, да, Всевышний мне так сделал, я ему за это благодарен, что вот так вот такая ситуация, да. Понимаете, то есть тут можно, а кто-то вообще там палец порезал, все, он уже ненавидит Всевышнего, реальность людей, там, и все. Теперь дальше он приводит пример. Мир в доме. Если что-то не ладится в семейной жизни, но супруди живут с верой в частное предопределение, в частное проведение, из всего этого выходит только хорошее, потому что они способны принять все с любовью, совершить раскаяние и приблизиться к Всевышнему, и тогда Божественное присутствие вернется в их дом. Но если они, Боже упаси, не воспринимают это как проявление предопределения, то у них начинаются ссоры, ругань, развод и так далее, погружаются в ныне, отчаяние, все. Например, он говорит, муж говорит жене что-то неприятное. Если жена верит в проведение, она скажет, так хочет Всевышний, Всевышний хочет, чтобы мой муж угол себя так, тогда она обратится к раскаянию и приблизится ко Всевышнему. Кто-то писал, кстати, здесь, что жена на него ругалась, он раньше с ней тоже ругался, а сейчас он начал благодарить Всевышнего внутри. Кто-то мне писал, когда есть табличка, где мне очень интересно, кстати, ваше мнение о том, как вам помогает в жизни благодарность. Мы уже 60 уроков прошли. Я думаю, у нас будет или 77, или 100 уроков. То есть мы прям двигаемся конкретно в этом направлении. Кто-то писал, что начал, раньше он ругался, а сейчас начал просто благодарить Всевышнего про себя, что все-таки у него есть жена, и она ему, наверное, добра хочет, скорее всего. И через 2 минуты она остановилась и извинилась сама. То есть он ничего не говорил, ничего не отвечал. То есть тут это, а я вам скажу лайфхак, так, что если добавить в благодарность, то есть у нас же всегда, когда люди живут вместе, они что-то друг для друга делают. И если вот именно за каждую вещь благодарить и человека, и Всевышнего, и показывать, что насколько этот человек тебе важен и дорог, с тем ты живешь, да, или дети, или родственники и так далее, то в принципе полностью меняется картина. Просто у нас нет запаса вот этой вот благодарности, поэтому любая там критика, она делает взрыв. А если есть огромный запас благодарности, и за критику тоже тогда можно поблагодарить, потому что она реально исправляет. То есть тот, кого Бог любит, тому он дает увещевание. И мы видим, что без критики человек бы не знал бы никаких своих плохих сторон, и что ему надо исправить. Но если есть только критика, это выдержать невозможно. Но если есть благодарность и немного критики, тогда отлично. То есть дальше он говорит здесь такую вещь, что вера приводит к терпению. Здесь стоит остановиться и задуматься, какое терпение нужно в доме, с каким терпением нужно относиться к супругу или супруге и детям. Главное помнить, что если человек не принимает с любовью мелкие неприятности, кто знает, что с ним может случиться, упаси Господь. То есть если уже есть неприятность, то ты можешь ее или принять с любовью, или она может вырасти в пять тысяч раз. Это его главная идея, которую он доносит сейчас с разных сторон, на разных примерах. Он говорит, смотри, всем управляет Бог. Раз. Он тебе дал неприятность. Два. Он это не говорит сейчас, но я сейчас вспомнил, написано в книге Дворим, там, где идут проклятия, которые Бог сказал, если вы от меня отвернетесь, то будут на вас проклятия такие, такие, такие. Если вы скажете, что это случайно, то я в семь раз увеличу. Если вы снова скажете, что это случайно, я еще в семь раз увеличу. То есть прямо это конкретно в Тории написано прямым текстом. То есть если ты говоришь, что есть в этом мире какая-то случайность, которая не Бог управляет, то тогда он тебе говорит, в семь раз я тебе дам больше, чтобы ты понял, что это не случайность. Если ты не поймешь, что это опять не случайность, и еще в 7 раз больше, пока у тебя мозг не проснется, ты не поймешь, что это от Всевышнего идет неприятность. И лучше на маленькой неприятности остановиться, задуматься и исправить, чем потом доводить до ситуации, когда уже исправить нельзя. Вот, поэтому он говорит такую вещь. Если у человека недостает веры, он теряет терпение, и тогда любой пустяк выводит его из себя, его жизнь наполняется страданиями, то есть своим неверием он притягивает к себе все больше страданий, хотя мог бы эти мелкие беды принимать с любовью. Например, у человека не хватает терпения для воспитания собственных детей, и тогда он с ними теряет контакт. Когда он с ними теряет контакт, то он говорит, написано в Талмуде, что в доме, когда плохая вот такая вот ситуация в доме с детьми, отношения плохие, это для человека тяжелее войны Гога и Магога. То есть, если сын или дочь пойдет по плохой дороге, отцу это тяжелее, чем война Гога и Магога, то есть это очень тяжело для родителей. А с чего все начинается? Критика, мелочь, там критика, там критика, здесь критика, тут спылил, тут закричал, тут обидел, тут то. Уже дети не хотят дома находиться, уходят на улицу. Ты скажешь, ну если он делает плохо, хорошо, он делает плохо, но это вопрос. Во-первых, то, что он делает плохо, по твоему мнению, сейчас, это его, это же не он делает, это Всевышний для тебя делает это Всевышний. Теперь, если ты примешь это с любовью, скажешь, да, Всевышний, ты лучше знаешь меня, что делать. Мы видим, что были там, у Ицкака, у Юрифти были сыновья Исаавы и Яков. То есть, мы видим, что действительно иногда у Всевышнего какие-то планы, даже есть самая известная история, это царь Хисиягу. И у него было два сына, он не хотел даже из-за этого иметь детей. Что они были царь Минаша и второго, не помню, как звали, они просто, они убили пророка Исаава, его дети. Царь Хисиягу был праведник, дети у него были вообще полностью. Потом царь Минаша, он заставил весь Израиль служить идолом. Там все, мы видим, что у царя праведника могут родиться такие дети. То есть, это, но теперь смотрите, что он здесь приводит. Значит, почему они уходят, эти дети? Да, все потому, что у родителей не было простой веры, необходимой для того, чтобы терпеть мелкие неурядицы. И они раздражались, ругали детей, пока дети не убежали от них. Необходима твердая вера. Тогда у человека появляется терпение, любовь, способность идти на уступки детям. Если ребенка принимают с любовью, он идет по правильному пути и преуспевает в жизни. Лишь благодаря вере в частное предопределение, в частное проведение можно получить терпение. И это единственный путь к успеху в отношениях с детьми. К тому родителю, у которого не хватает терпения на мелкие заботы о детях, приходят большие страдания. Чтобы такого не было ни с одним человеком. Так, понятно, да? Поэтому, в принципе, вариантов нет. Или ты не принимаешь мелкие страдания с любовью. И тогда ты попадаешь в ад. И эти, они растут как снежный ком страдания. То есть, ты берешь и маленькое страдание, как искру, раздуваешь большой конфликт, скандал и так далее. Или ты принимаешь мелкие страдания с любовью. И гасишь эти мелкие страдания на микродозе, на гомеопатии. И у тебя, Всевышний тебе показывает, что тебе исправлять. Ты работаешь, исправляешься. Благодаришь Всевышнего за все хорошее. Опять страдаешь невозможно без мелких страданий. Пострадаешь, принимаешь их тоже с любовью. Исправляешь как спорт, как тренировка. Один ходит все время на тренировки, тренируется, ему тяжело, он прямо потеет, страдает. Потом, опа, здоровый, красивый, все. Второй говорит, не, 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 вы что, я, чтобы я пострадал, вообще нет. Я не буду тренироваться, я ничего не буду делать. Бах, он его разжирел, тут кривой, тут болит, там болит, все сыпется. Ему второй говорит, слушай, так может все-таки давай чуть-чуть пострадаем, потренируемся. Не, 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 только комфорт, только комфорт, все. То есть мы видим, что или ты выбираешь путь мелких страданий, которые ты принимаешь с любовью, и ты избегаешь крупных страданий, или ты не принимаешь мелкие страдания с любовью. Тогда мелкие страдания вырастают в большие страдания. Но страданий избежать нельзя, можно только по шкале от трех до пяти тысяч их менять. Да, вот помните, это мы пару уроков назад выучили про эту шкалу. Хорошо, теперь 59-й здесь урок в этой книге, 59-й урок, как применять благодарность в жизни. Называется 59-й урок, the problem of procrastination, напротив силы, I'll do it now. Он говорит, есть такая проблема прокрастинация, это то, что человек прокрастинация откладывает, и сравнивает это с другим способом жизни, когда я буду делать это прямо сейчас. Значит, намного легче сказать себе, я это сделаю позже, чем сказать, я сделаю это сейчас. Как раз тоже вот это, или мелкое страдание сделать сейчас, или отложить мусор под ковер, я сделаю это потом. И это не, значит, не нужно много усилий, чтобы сказать, я выражу свою благодарность потом. Потом это может вообще никогда, значит, да. И поэтому ничего не останавливает достижение более, чем прокрастинация, чем вот это откладывание. То есть, откладывание это самый убийца всех достижений в жизни, всех реализованных планов. Он говорит, встретил одного человека, и говорит, значит, этот человек про себя говорит, я мастер планирования. Тот ему говорит, вау, интересно, и как вы планируете? А он говорит, как я планирую? Я говорю так, я планирую сделать это позже. Вот я, какой мастер планирования. Надо, сделаем это позже, разберемся. Вот, говорит, такой мастер планирования, я все откладываю на потом и ничего не делаю. Значит, он говорит, так не надо делать. Если у вас есть долг, значит, он говорит, если у вас есть сомнения, поблагодарить кого-то сразу, или вы собираетесь потом написать ему письмо, подарить подарок и так далее, лучше сразу поблагодарите и потом еще пошлите письмо. Потому что, когда ты откладываешь, потом это очень часто не делается. Вообще, это очень плохая привычка откладывать. И однажды, однажды, он говорит, я встретил человека, который, который мне жаловался, а вот это, I am great planner, я великолепный планер, да, запланирую. Он говорит, что это значит, я все время планирую и не делаю. И он говорит, я тогда его спросил, а вот вспомни те проекты, которые ты выполнял. Он говорит, о, ну, подумал, подумал, я никогда не думал, что надо вот найти свой, как бы, ключ к мотивации. И поискал, поискал, нашел. Он говорит, всегда был кто-то, кто мне помогал. Это, кстати, очень важная вещь. Я много очень на эту тему говорю, вот в коучинге, почему коуч помогает. Потому что мы все были воспитаны в концепции, что все время нас с детства кто-то заставлял что-то делать. Заставлял, стоял над душой, давай иди в школу, давай учись, делай уроки, делай то, делай то. То есть, большинство людей приучены, прямо надрессированы, делать, когда кто-то над тобой стоит. И не делать, когда ты сам. И получается, когда этого человека спросил он, какие вот у тебя были законченные проекты, которые ты закончил. Он говорит, всегда был кто-то, кто меня подгонял, как ментор. В каждом проекте был ментор, которые, значит, мне помогали, да. I had someone as a mentor helping me along. То есть, был всегда кто-то, кто мне помогал вот это все делать, кто стоял над душой. Он говорит, а ты их поблагодарил? Он говорит, ну, честно говоря, не очень. Я тогда не понимал, насколько это для меня важно. Это только сейчас я задумался, что все законченные проекты были благодаря этим людям. Он говорит, так, тогда do it today, сделай это сейчас. And this will... И это будет тот шаг, который, значит, двигает тебя в правильном направлении, делать вещи мият. Мият это прямо сейчас, immediately. И так ты избавишься от прокрастинации и возьми себе ментора, чтобы избавиться от прокрастинации. В общем, вот такие вот он ему дал хорошие советы. Я когда-то даже целую книжку написал, называется она «Победитель лени». Победитель лени, у меня есть онлайн-курс «Победитель лени». Значит, поэтому, я, кстати, может быть, сделаю для Ваикры какую-то, как-то соединить эти мои две системы, психологическую и духовную. Потому что реально победитель лени – это как раз победа над прокрастинацией, победа над вот этой внутренней коровой, которая живет в каждом из нас. И которая человек планирует, а потом надо выполнять, а ты не можешь себя поднять. И человек, который хитрый такой, как всадник этот, он чтобы корову не дергать, но и не проигрывать ей. Он говорит «Потом сделаю» и забывает. Это как раз основная схема ленивых людей, тех, кто откладывают. Но вот он предлагает такой путь, что хотя бы мы сейчас занимаемся благодарностью, сразу делать. Вот те вещи, которые, в принципе, это же небольшой труд поблагодарить кого-то, сказать, написать, сказать комплимент. То есть хотя бы эти вещи, на них надо тренировать, делать сразу и не откладывать. Это был вот сегодняшний урок про благодарность. Благодарить сразу, не ждать, что потом поблагодарю, напишу, куплю подарок, все. Вот хотя бы в этой вот узкой сфере благодарности давайте действовать сразу и медиатли. И, значит, на ней потом можно натренироваться, делать все остальное. Все, дорогие друзья, напишите, пожалуйста, свои выводы о том, что вы сегодня для себя взяли, поняли, осознали. Значит, всем спасибо за то, что вы приходите на уроки. Спасибо, что делитесь, спасибо, что помогаете. И, значит, с Божьей помощью завтра встречаемся. И чтобы в заслугу нашего урока, нашей благодарности, того, что мы делаем, чтобы война закончилась быстро и там, и здесь, чтобы закончились все войны. Чтобы все солдаты, добрые, хорошие люди вернулись с войны здоровыми. И чтобы они не воевали ради непонятных каких-то целей. И чтобы злодеи, которые инициаторы войны, чтобы все злодеи, инициаторы войны были уничтожены. Уничтожены, прямо вот, чтобы Всевышний, их спасибо Всевышнему, заранее говорю. И я буду очень сильно праздновать окончание войны и уничтожение всех злодеев. Все, всем до завтра. Счастливо. 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 Счастливо.